Здравствуйте! Сегодня по просьбе одной из подписчиц моего канала я вам расскажу, как связать шапочку узором интерлак тунисским крючком. Вязала я ее по кругу. Единственное, я не украсила, но это уже на ваше усмотрение. Расскажу, как сделать расчет ромбов и как рассчитать на окружность головы. Расскажу, как делать убавление в ромбах, чтобы по максимуму сошло все к затылку. Украсила я ее обычной соединительной петлей крючком. Только взяла пряжу в несколько сложений. Хотя этот узор я уже показывала. Показывала прямым полотном, когда выставляла ролик пледа. Узор пледа тунисским крючком. Показывала в ролике рюкзак вязала. Человек попросил шапку связать. Вот пришлось вязать шапку. Где может быть использован этот узор? Именно в круговую. Носки, перчатки, метенки, рукавицы, свитера, снуды. Прямым полотном можно связать плед, допустим. Вязать я буду крючком тунисским двухсторонним, хотя мне вторая сторона и не нужна будет. И крючок у меня этот 3,5 миллиметра. Для начала мы должны с вами связать образец. Делаем первую петлю. Каждый делает по-своему. Вот. И набираем неважно сколько петель. Потому как мы вяжем образец. Вот я даже не считаю их. Так. Побольше. Вот. Набрали мы петли. Н-ное количество. Теперь из цепочки набираем петли. Вот одна есть. Одну петлю пропускаем. Под следующую. Вводим крючок. Вытягиваем петлю. Под следующую. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот я набрала 6 петель. Вы набирайте сколько вам нужно. Почему я набрала мало? У меня манекен маленький. 38 размер окружность головы. Вот 38. Вот здесь у него по кругу. И поэтому я слишком большие ромбики делать не буду. Вот на 6 петель. Вы наберите больше если хотите. И вот давайте запишем. Вот 6 петель я набрала. Вы поставьте свое число. Провязываем две петли. Две. 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 И две. То есть в цепочки мы задействовали 6 петель. Дальше. Значит вязать как можно? Можно вводить крючок. Вот передняя ножка. А там еще задняя ножка есть. Можно вводить между передней и задней. Вот таким образом. И у вас получится петля типа как спицами связанные. Ну я буду уже как обычно вязать за переднюю ножку. Четыре. Последнюю петлю. Либо вот так набираете. Где мы вместе провязали две. Либо набираете сбоку. Кому как понравится. Вот таким образом. Я в этот раз буду вот так набирать. Так. 5 петель. А у нас должно быть 6. Одну мы берем из цепочки. Причем. Вот смотрите внимательно. Эта петля у нас уже занята. Вот здесь был столбик. Следующую. Вводим крючок. Вытягиваем петлю. И эту петлю плюсуем. Обязательно себе такую шпаргалку сделайте. Она вам пригодится. Для расчета. Дальше закрываем по две. 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 По две. По две. По две. Следующий ряд вяжем. Опять набираем. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шестую беру отсюда. Взяла и сразу ее отметила. Плюс один. Один. Опять закрываем по две петли. Три. 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 Ряда мы связали. Один. Два. Три. Еще раз набираем. Три. Четыре. Пять. Шестую из цепочки. Набрали из цепочки. И сразу отмечаем. И теперь закрываем. Две. 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 И две. Вот. Квадратик у нас готов. То есть ромб. Как узнать. Связали мы ромб или нет. Вот так его сложите по диагонали. Вот. Значит ромб получили. И вот здесь у нас в сумме теперь будет девять петель. То есть из цепочки. Вот из этой цепочки, что мы набирали. Мы задействовали девять петель, чтобы связать только один ромб. Дальше что делаем? Одна воздушная. Под столбик заводим крючок. И протягиваем петлю. То есть мы закрываем ряд. Для того, чтобы перейти. Дойти к цепочке и связать следующий ромб. Вот ромбик. Или квадратик у нас получился. Поэтому я говорю. Вы свяжите, какое вам нравится количество петель. И посмотрите, будет ромб или нет. И плюсуйте петли с цепочки. Дальше. Теперь переходим в следующую петлю цепочки. И соединяем. Вот эту петлю потуже. И это будет первая петля следующего ромба. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дальше. И опять мы закрываем по две петли. Опять отсюда из-под столбика набираем петлю. Четыре. Вот это будет пятая. Шестая будет из следующей петли. Эта петля занята в следующую. Вот я мало набрала петель. Опять закрываем. Две. 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 И две. Вот в принципе и все вязание ромбов. Вот. Ну тут у вас будет много. Сейчас я вам покажу еще один метод. Все. Вот такой ромбик. Значит смотрите. Обычно я говорю, что полотно не тянется в тунисском вязании. Вот сюда. Оно тянется немножко вверх. И тянется хорошо вот сюда. Сильно тянется. Ну у нас расположение будет такое. Вот я сейчас попробую немного нарисовать. Вот эти клеточки. Это у нас будут ромбы. Видите, как они будут стоять? А вот здесь, внизу, вот так, будут проходить треугольники. Вот так у нас будут располагаться. Вот здесь будут треугольники. То есть половина ромбика этого. А эта часть сильно тянется. Теперь что мы делаем? Мы должны измерить диагональ. Вот у меня получается три с половиной сантиметра. Вот так нарисую. Вот эта часть. У меня три с половиной сантиметра. Окружность головы манекена у меня тридцать восемь сантиметров. Вот. С. Тридцать восемь сантиметров. Как я раньше говорила, вот сюда тунисское вязание не тянется. Сюда еще менее более. А по диагонали сильно тянется. Поэтому мы от окружности должны отнять на плотность облегания сантиметров пять-шесть. Ну вот я отниму шесть сантиметров. И остается у меня тридцать два сантиметра. Теперь надо высчитать, сколько таких ромбов поместится в это число. Мы должны тридцать два разделить на диагональ на три с половиной. И получаем девять пятнадцать сотых ромба. То есть округляем. Девять ромбиков всего. Но у нас в один ромб входит шесть петель мы набирали здесь тунисскими столбиками. И три петли мы еще добирали. Девять петель. Это в одном ромбе. Вот они здесь у нас шли, потом сюда пошли мы добирали. Значит вот здесь у нас девять петель. Вот девять. А мне нужно связать девять ромбов. Значит мы девять петель умножаем на девять ромбов. И получаем восемьдесят одну петлю. Мне нужно набрать вот на этот манекен. И у меня получится девять ромбиков. Вот таких. Вот. Они будут идти по диагонали. Вот смотрите как они будут идти. Вот у нас будет расположение какое. Видите? И вот чтобы здесь форму не теряла, надо правильно рассчитать. Я вам сейчас покажу один метод, как легко, чтобы не ошибиться, можно будет их связать. В принципе вот весь расчет. Это если кто вяжет по кругу, набирает цепочку, восемьдесят одну петлю, замыкает в кольцо. Значит тогда нужно будет еще одну петлю провязать, добавочную, чтобы замкнуть вязание в круг. А мы сейчас пойдем другим путем. Значит вам понадобится для того, как я хочу вам показать, два клубка пряжи. То есть вот один и еще один. Так. Делаем петлю. Каждый делает, как я уже говорила, по-своему. И набираем какое-то энное количество петель. Так. Набрали, допустим. Вот. Теперь переходим к началу вязания. Вот у нас хвостик здесь был. Берем нить от другого клубка и начинаем отсюда делать набор тунисских столбиков. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сначала тяжело в цепочку попасть. И закрываем. Две петли. Две. 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 И две. Опять набираем. Два. Три. Четыре. Пять. Одну петлю из цепочки. И опять по две закрываем. Свяжите ромб. Не хватит у вас петель. Вы возьмете, перейдете к цепочке. Опять доберете какое-то количество. И будете продолжать. Давайте один ромб с вами еще раз свяжу. Три. Четыре. Три. Пять. Одну из следующей петли. Закрываем по две. Закрываем по две. Можно, если у вас тунисские столбики, поместятся вот на этом жале. Давайте пробовать. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Провязываем по две петли. Четыре ряда провязали. Делаем одну воздушную. И закрываем ряд. И в следующую петлю вводим крючок, вытаскиваем и соединяем. И как я уже говорила, эту петлю подтяните. И будет считаться 1, в следующую петлю 2, 3, 4, 5, 6. Закрываем по две петли. И если у нас не хватает, переходим к цепочке и опять набираем петли. И так вяжем на окружность. Но этот метод хорош тогда, когда у вас есть на кого померить. Если кому вы вяжете далеко от вас, не можете померить или дети маленькие, они не любят, когда на них меряют, тогда надо вязать по расчету, который я вам показывала ранее. Ну вот связал я ромбики, квадратики. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь давайте померим на манекене. И вот эти уголки у нас должны соединиться. Можно было бы конечно еще один связать, но я считаю уже это лишнее. Шапка будет болтаться. Уже свободно будет. Вот теперь мы соединим это место. Вот я довязала ромбик, осталось закрыть его. Одно воздушным. Берем противоположную сторону, чтобы у нас ромбы не перекрутились. И вот в эту петлю, где цепочка у нас начиналась, соединительной петлей соединяем. Нитку нужно отрезать. А эту косичку лишнюю распустить. Тоже нитку отрезаем и петлю закрываем. Эти хвосты потом уберутся. Вы главное соедините так, чтобы у вас ромбы не перекрутились. Вот ровно 9 ромбиков я набрала. И у нас размер как раз. Итак, вот что мы имеем на данный момент. Вот у меня как раз получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, смотрите. Вот здесь мы закрывали с вами ромбики. А здесь набирали. Вот эта часть идет вниз. Теперь мы должны вывязать уголки, чтобы выровнять. И потом, кому нужно при желании, можно связать резинку. Можно не вязать, а уголки украсить. Значит, вывязываем вот сюда уголки теперь. Вот здесь мы соединили с вами. Вводим крючок в первую петлю. И вытаскиваем новую петлю. Затем между столбиками вытаскиваем 2, 3, 4, 5. Вот в этом месте будет сложновато. У нас здесь соединение было. А дальше пойдет легче. 6. И вот самое первое отверстие. 7. Провязываем 2 петли. 2, 2, 2. А эти 2 столбика провязываем вместе. Вот мы 2 столбика здесь объединили. Значит, следующий набор вот отсюда будет. 1, 2, 3, 4. За этот берем 5. И теперь мы должны вести напротив вот этого столбика. вот сюда. И опять провязываем 2, 2, 2. А эти 2 столбика провязываем вместе. Мы их пропускаем. Под следующий начинаем набор. 2, 3, 4. Напротив следующего столбика тоже вводим крючок. 2, 2, и 2 столбика вместе. Опять эти пропускаем под следующий вели крючок. Вытянули петлю. Под этот. Напротив. Вот сюда, напротив этого столбика. Провязываем 2. И провязываем 2 столбика. Их пропускаем. Следующую петлю берем. Вывязываем. И теперь в самый край. Вот таким образом. Вытащили петлю. И нам надо 2 столбика закрыть. Закрываем. И эта петля будет первым тунисским столбиком в следующем треугольнике. Давайте я вам еще раз покажу. Значит один есть. Рядом вот сюда. У нас же один ушел. Поэтому этот считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в это отверстие 6. В следующее отверстие 7. Провязываем 2. 2 петли. 2 петли. 2. А 2 тунисских столбика провязываем вместе. То есть 3 петли. Опять эти не трогаем. Ключок вводим вот сюда. 2, 3, 4. Вот здесь не забудьте. 5. 5. И теперь напротив столбика первого. Вот сюда между петель. Провязываем 2 петли. 1, 2, 3, 2. А теперь 3 петли вместе. Опять эти не трогаем. 1, 2, 3. И потом вот сюда вводим крючок. 3, 4. Напротив столбика. Напротив столбика. Вот между петель. Вот сюда. Провязываем 2, 2 и 3 вместе. Опять не трогаем. Под следующий заводим. Теперь напротив этого столбика. Провязываем 2 и 2 столбика вместе. Их не трогаем. Под следующий вводим крючок. И в самую верхнюю петлю. В самый угол. И 2 столбика нам надо вместе провязать. Вот так закрываем треугольники. Ну вот, закончила я обвязку треугольниками. И теперь нужно либо обвязать край, либо резинку связать. Это уже на ваше усмотрение. Вот у меня последняя петля. Что буду делать я? Я беру крючок очень большого номера. Вот беру еще нити от двух клубков. То есть вяжу 6 нитей всего. От трех клубков у меня, как вы видели, нити двойные. Вот у нас последняя петля, в которую мы должны соединить. Вот сюда. Так, это сюда убираем пока. Вот в эту петлю ввожу крючок. И этим большим крючком соединяю. Вот. Вот обвязка, которую я сейчас буду делать, чем она хороша? Если у вас немного фолдит, можно стянуть. За счет того, что вы будете вязать вот косичкой. Так, под петлю. И протягиваем. И у вас получится пышная косичка по краю. У кого размер совпал. То есть рассчитали все правильно. Не затягивайте. Вяжите вот прям как идет. Можно даже еще больше ниток взять и крючок потолще. Можно обвязку сделать таким цветом. В общем комбинируйте. Ну вот, довязываю ее до конца. Теперь эти нитки отрезаем. И вытягиваем их. И заправляем вот сюда. И вытягиваем. вот примерно так вот такая обвязка у меня получилось можно конечно нитки взять еще толще тогда будет лучше смотреться ну в общем комбинируйте смотрите как вам удобно как понравится теперь мы с вами будем вот на этом месте вязать ромбы вот такого цвета кстати вот эту обвязку могли бы сделать и контрастным цветом то есть другим в общем комбинируйте не стесняйтесь может у вас что-то намного лучше получится но как я говорю вот эта обвязка чем хороша если у вас шапка немножко широковато за счет нее можно стянуть и посадить теперь я беру нить того же цвета что у меня треугольники были связаны вот в самый верх уголок вывязываю петлю затем вот сюда под цепочку два три четыре пять шесть седьмую отсюда и через эту протягиваем и закрываем опять набираем два три четыре пять пять шесть вот отсюда вытягиваем и протягиваем опять набираем два три четыре пять пять шесть эту петлю вытягиваем через эту протягиваем и далее по две вот провязали мы три ряда и вяжем четвертый ряд так из-под столбиков набираем петли и в последнем ряду не вводите в край а вот чуть ниже потому что это петли когда мы закрываем ряд чуть пониже одна воздушная две вместе а вот теперь под петлю под крайнюю соединяем и вот эта петля будет первой в следующем ромби один два три четыре пять шесть седьмую берем выше и протягиваем и провязываем по две давайте еще этот ромби я вам покажу до конца эту провязываем под следующую петлю вытягиваем и через петлю и по две третий ряд вяжем вытянули под следующую петлю и протянули и четвертый ряд вот смотрите не сюда вводим крючок а вот сюда ниже и соединительной петлей соединяем закрываем и теперь уже четко под петлю и она у нас будет первая и дальше опять набор делаете ну вот таким образом потом когда вы закончите этот ряд у вас вот здесь будет второй цвет вот отсюда с вершины начнете опять заполнять теперь я вам расскажу как сделать убавление в ромбах так верхнюю петлю как обычно вставляем крючок и вытягиваем петлю дальше набираем все тунисские столбики так 56 отсюда провязываем еще один провязываем дальше 2 закрываем то есть провязываем 3 петли затем закрываем 1 и 1 дальше 1 есть 2 вот здесь мы 2 вместе провязали вот под них заходим этот мы берем также провязываем но один ряд пропускаем мы же здесь убавили значит чтобы ромб сохранился надо и с этой стороны убавить значит мы не сюда вводим крючок а в следующую петлю вот так провязываем и дальше по одной закрываем просто заходите это в ало То есть мы ромб закончили за 3 ряда. 1, 2, 3. Здесь у нас был 1, 2, 3, 4, а здесь за 3 ряда. И убавили. Одна воздушная. И закрываем. И соединяемся со следующим. И здесь вывязываем точно такой же маленький ромбик. И так вяжем по кругу. Видите, маленький получился. В следующем ряду, вот будете другим цветом вязать, посмотрите, стоит убавлять или нет. Или может быть уже закрывать. Ну это уже там по вашему размеру. Ну вот так у меня получилось. Значит здесь я сделала убавление. Вот в этом месте. Здесь я уже убавление не делала. Они такие же ромбики. И здесь сделала убавление. Вот видно. Все. Больше делать убавление не буду. Теперь я нитку отрезала. И вот за эти уголки будем стягивать. Потом вывернем наизнанку. И если понадобится, вот эти места сошьем внутри. Можно даже вот таким образом стягивать. Смотрите. Попробовать. Вот за каждую петлю. Вот так. И стянуть. Поскольку у меня было нечетное количество ромбов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То макушка распределилась неравномерно. Вот если бы было четное количество там 8, 10, тогда бы здесь было более интересно. Поэтому вот обратите на это внимание. Значит, как я сказала, сюда сделайте украшения, помпон или там какие-то висюльки. Это уже на ваше усмотрение. Можно кусочек меха прикрепить, типа хвоста сделать. Вот такая шапочка. Вроде как бы и нормальная. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...